Музей в мире сказки предложил смолянам оригинально отпраздновать Всемирный день кошек. Здесь можно увидеть не только интересные поделки и вышивки пушистых зверьков, но и примерить на себя улыбку знаменитого чеширского кота. А вообще, праздник мурлыкающих домашних питомцев отмечается уже 9 лет. Впервые такую календарную дату утвердили в 2004 году Московским музеем кошки, а уже после идею подхватили за рубежом. Нынешняя экспозиция «Весенние коты» прежде всего рассчитана на самых маленьких любителей когтистых и пушистых. Несмотря на это, даже искушенный посетитель может найти здесь экспонат по душе. От детских поделок до изысканного фарфора и жестяного подноса XIX века. На нашей выставке представлены предметы из фонда Смоленского государственного музея-заповедника. Также свои работы, вышивку, предоставил реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс». В числе прочих есть экспонаты из частных коллекций, как, например, значки Александра Варназова. В коллекции Александра Михайловича всего 38 680 самых разных значков, но теми с изображениями кошек отдаётся особое предпочтение. Мне очень нравится, тем более, что я собираю просто зверей всех. А кошки это определённое место занимает, потому что у нас дома две кошки, мама и сынок. Маленькие гости выставки смогли вспомнить любимых сказочных и мультипликационных представителей семейства кошачьих, а также увидели танец в исполнении ансамбля «Лучик» и услышали стихи детского поэта Евгения Гудкина. Любой желающий мог сам изготовить котика из цветной бумаги. Мы пришли на выставку, так как мы увидели объявление в садике. Нам очень понравилось, конечно, вызывает восторг и вышивка, и лепка, и всякие крупы, нитки. Во всяких вариантах. И именно на нашу любимую тему про кошек. Организаторы выставки предполагают, что в ближайшее время число экспонатов увеличится. Ведь выставка продлится до конца марта. Месяца, который смело можно назвать самым, что ни на есть кошачьим. Инара Багирова, Виктор Глушенко, Вести Смоленск.